По статистике последних лет, сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди причин смертности и инвалидизации украинцев. Благодаря государственной программе по льготному обеспечению лекарственными средствами больной гипертонией, значительно увеличилось количество обследованных граждан с повышенным артериальным давлением. Но, по словам главного врача областного кардиологического центра Сергея Подложного, остаётся немало проблем в вопросах кардиохирургии, когда спасти жизнь пациента возможно только своевременными хирургическими вмешательствами. Для этого в ведущих клиниках Украины и нашего региона используется специальная диагностическая аппаратура. Сейчас в область заходят те препараты, которые лечат инфаркты миокарда, тромболизис. У нас в нашем центре возвращён к жизни ангиограф. Сейчас мы делаем бюджетные коронарографии. К сожалению, стенты, которые мы можем делать при остром коронарном синдроме и спасать человеку жизнь, закончились на данном этапе. Но мы надеемся на прохождение тендерных закупок Министерства охраны здоровья и их получения. Выступающие на семинаре специалисты отмечали важность ранней диагностики, которая ложится на плечи семейных врачей и необходимости постоянного повышения их квалификации. Задача, которую на сегодняшний день ставит Министерство перед академиями послодипломного образования, это внедрение, прохождение специализации на местах, прежде всего для кардиологов, чтобы они могли увидеть, что такое коронарография, что такое стентирование коронарных артерий, при каких заболеваниях и каких особенностях они выполняются. К сожалению, в нашем регионе такие методы сегодня применяются только в областной клинической больнице, кардиологическом центре и городской больнице экстренной скорой медицинской помощи. Жители удалённых от областного центра районов становятся заложниками недостаточного финансирования, ведь часто ЦРБ укомплектованы устаревшим или отработавшим свой ресурс оборудованием. В нашей Запорожской области должно быть несколько центров, не один наш, а и по области. Предполагаем, что это будет Бердянск, это будет Мелитополь, это будет либо же Энергодар, либо же Васильевка, которые смогут тоже заниматься оказанием ургентной помощи для больных с острым коронарным синдромом. Также участники семинара поделились своим опытом и научными разработками в профилактике, ранней диагностике и лечении сердечно-сосудистой патологии.